Эта пара вместе уже полвека. Григорий и Людмила Колесники знают о семейном счастье, пожалуй, всё. Воспитали троих детей и четверых внуков. Гордятся тем, что всем дали качественное образование. Ведь Григорий Платонович – профессор. Свой самый счастливый день в жизни, встречу с возлюбленной, помнит в мелочах. В молодости я был довольно шустрым комсомольским мужиком. И вот на одном из концертов шефских на сцену вышла очаровательная пивунья. И, собственно, очаровала на всю оставшуюся. Очарованный студент Григорий уехал в тайгу валить лес и зарабатывать деньги. В это время жена ждала возлюбленного в Ростове. Дождалась. С тех пор Колесники неразлучны. Секретом своего счастья делятся охотно. Секрет в уважении друг к другу, терпение, любовь, забота и житейская мудрость. Я ещё раз повторяю. Ну и потом воспитание детей. Воспитание детей – это тоже скрепляет семью. А кто в семье должен быть главным? Ну, вообще-то я считаю, что семью ведёт жена. Перед грядущим днём семьи самых дружных и верных супругов чествовали, как говорится, всем миром. Для этого стартовал даже целый марафон. Он объединяет все города Владимирской земли. Объединено 180 семей, которые уже заслуженно являются участниками, потому что они прожили в своей семье значительное количество лет. Поэтому я считаю, что это основное. Нам надо их почествовать обязательно. Педагогический стаж династии Гуськовых – 600 лет. Елена Владимировна – яркий представитель этой династии. Работает директором школы. Она-то и выяснила, что педагогические корни семьи уходят далеко в 19 век. Родственники Елены Гуськовой были преподавателями в церковно-приходских школах, приютах, детских садах и институтах. Призвание учить детей передавалось из поколения в поколение. Обучала меня, например, моя бабушка, появление мамы, учительница начальных классов, которая проработала всю жизнь учительницей, в годы войны в тяжёлые работала и получила Орден Трудового Красного Знамени. Моя мама тоже провела очень тяжёлые военные годы, она была ребёнком в эти годы, но очень любила физику, решала задачи. По сути дела, они были как бы моими образами учителей. Марафон семейных традиций охватил уже 12 городов нашего региона. Стартовал в Вязниках, в областную столицу приехал из Киржача. Неотъемлемая часть марафона – вот этот хрустальный ларец, как символ, что семья хрупка, но прекрасна. Изготовили его мастера Гусь Хрустального, а эстафету марафона теперь примет Александров. Ну и финальный аккорд праздника прозвучит, конечно, в Муроме, в День любви, семьи и верности. Никита Каргаев, Никита Королёв, Илья Фомин, Шестой канал.